Это необычный взгляд на привычный каждому горожанину пейзаж. Картина «Осенняя топология Рязанского Кремля» выполнена в авторской технике. Поверх пейзажа приклеены стеклянные элементы. По задумке автора, это, например, отсылает нас к количеству подземных ходов под Кремлем. И подобный символизм есть почти в каждой картине Максимилиана Преснякова на его выставке «Прогулки по Рязани». Я целенаправленно использовал разные технические приемы, техники, разные цветовые, цветные основы, чтобы создать тот или иной живописный образ, то или иное состояние среды, цвета, света. Всего на выставке представлено несколько десятков картин Максимилиана Преснякова, написанные со времен его студенчества в 80-е и до настоящего времени. Почти все созданы в уникальном авторском стиле с применением различных техник. Для меня самого в творчестве это было одной из задач – найти свой собственный ритм, чтобы не уставать от искусства, самому как бы подпитываться от себя. Мне кажется, что у него это где-то в крови вообще, вот это вот чувство, ощущение подпитки самого себя. Он сам себя раздраконивает, он находит новые какие-то приемы, новые темы. И в этой выставке очень это наглядно все воплощено. Выставка «Прогулки по Рязани» пейзажная. Однако художник Максимилиан Пресняков старался уйти от привычных ракурсов и показать город с иной стороны. Другое дело, что, например, художник, который пишет только стоя или только сидя, у него один ракурс. А я иной раз стоя пишу, иной раз сидя, значит, у меня уже два ракурса. Иной раз с лестницы, иной раз там даже с какого-то этажа. И поэтому создаются разные пространственные какие-то линии, разные интересные пересечения. На картинах гармонично существуют рисунки и вклейки. Так в работе «Рязань-Новослободская» небо не уходит вдаль, а наоборот объемно выпирает из произведения. А картина «Весна» у Рязанского Кремля и вовсе нарисована на боковине телевизора. Почти каждое творение уникальное и несет свой смысл. Посмотреть на выставку «Прогулки по Рязани» можно с 20 октября и до ноября в художественном салоне на Старом Перекрестке. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».